итак продолжаем делать игру и для игры я добавил функцию порталов пока что выглядит все хаотично но в будущем мы это все будем подправлять и делать более интересные уровни ок какая функция требуется от портала когда мы подбегаем наш персонаж перемещается в другой портал но от этих порталов я хочу чтобы персонаж отбегая обратно к этому порталу перемещался обратно а вот возможно у нас будут порталы которые перемещают только в одну сторону но пока что они двусторонние вот и какая есть проблема первая проблема с которой я столкнулся это то что когда но если у нас одинаковый код на этих порталов когда мы подбегаем к порталу нас перебрасывает на этот портал а потом так как здесь тоже срабатывает код перебрасывать на этот и так бесконечно вот и я расскажу к концу видео как я решил этот вопрос окей давайте поговорим насчет подсветки порталов я выбрал разные цвета для того чтобы у нас были разные порталы на уровне одновременно и каждый например красный портал вел красному и так далее также для материала я выбрал не просто материал а выбрал эмиссив материал давайте его посмотрим то есть я дополнительно поставил галочку эмиссив hdr color который позволяет настраивать интенсити вот но если вы будете просто настраивать интенсити для на эмиссив у вас будет примерно вот такой вид то есть у вас ничего не будет для того чтобы он сработал вам нужны вам нужен постпроцессинг на котором есть эффект блума вот разница без него и с ним вот единственный минус нужно проверять на производительность будет ли садить bloom фпс обычно он довольно много садит фпс но пока что мы над этим не задумываемся потому что не знаю почему но да ладно окей давайте рассмотрим сам код и порталы портал у меня состоит просто из моего портала также добавил сферу чтобы и сплюснул ее чтобы у нас была вот такая штука которая просто красиво показывать не просто вот так и можно и так но вот так окей а дальше а что у нас еще у нас обычный сфер коллайдер с триггером и скрипт порту скрипт портал указывает на другой портал вот так же как и этот портал указывает на вот это окей давайте откроем скрипт портал и мы увидим что здесь указатель на другой портал Также action onPortalTiggerEnterHandler, вот такой у нас action, который будет сообщать, когда наше животное будет проходить через onTiggerEnter. Вот здесь также проверяется, что это наше животное и срабатывает хендлер. Кто видит этот хендлер? Этот хендлер видит наша игра. Наша игра получает список порталов на сцене. Вот. Я использовал функцию AttachScene, которая у нас есть дополнительная в ассетах. Окей. Дальше. Когда мы получили список порталов, мы в onEnable проходимся по всем порталам и на порталах вызываем наш action и подписываемся через Animal, потому что гейм знает я об Animal. У Animal есть метод MoveThroughPortal, вот через портал. Также отписываемся и давайте посмотрим на этот метод. Здесь есть проверка. Это bool can teleportation. Вначале она true. Как только can teleportation у нас true, мы заходим сюда. После этого у нас can teleportation становится false. Причем вот этот delay у нас не срабатывает, поэтому по идее можно его убрать. Я, кстати, без него не проверял, но давайте проверим. Окей. То есть как только у нас can teleportation стал false, мы перемещаемся к другому порталу. Но нужно, чтобы кто-то дал зеленый свет, чтобы мы обратно могли перемещаться. Я пробовал сделать на портал еще один onTiggerExit, но что происходит? Как только мы покидаем этот портал, срабатывает onTiggerExit здесь, и невозможно просто как-то отключить это. В общем, мы сюда попадаем, опять там может onTiggerEnter, onTiggerExit. В общем, они срабатывают, когда им хочется, потому что коллайдер небольшой, коллайдер у животного тоже. И у животного есть анимация, в общем, этот коллайдер то включается, то выключается. В общем, с коллайдерами есть иногда проблемы в этом случае, поэтому нужно проверять как-то по-другому. Да, я забыл сказать, как мы быстро перемещаемся. Все, что мы используем, это на нашем животном его позицию меняем на another portal position. То есть, просто животному присваиваем позицию вот этого портала. Откуда мы его получаем? Мы его получаем через метод. Откуда метод получает? Он его получает через action. Вот здесь, если мы в action передадим, например, transform, мы можем передать в invoked наш transform, который мы берем с another portal. Окей. Да, и как я решил вопрос с тем, что после перепортации обратно кто-то бы разрешал нам телепортироваться. Я это решил с помощью вот такого метода, который у нас будет проверяться на move. Вот. Move у нас это action, который срабатывает на input. То есть, если есть у нас input, у нас вызывается move. По идее, даже можно не проверять, если у нас есть input. Ну, я потом проверю. Хотя, да, по идее, можно не проверять вот это условие. Потому что input срабатывает, когда у нас есть input. Вроде как. Ну, давайте проверим, кстати. Почему бы и нет. Я почему-то об этом не подумал. Что мы проверяем? Мы проверяем cantileportation. Если она true, то есть нам не нужно проверять. То есть мы экономим проверку, потому что по умолчанию она true. Вот. А как только мы двигаемся, у нас cantileportation обратно в true. И это работало. Ну, давайте проверим с теми настройками, которые я сделал. Посмотрим, как она работает. Так. Запускаем. Смотрим. Мы подбежали. Мы телепортировались один раз. Дальше бегаем. Телепортировались второй. Да, все верно. У нас move будет вызываться. Нам не нужно проверять, больше ли нуля наш input. И мы можем спокойно телепортироваться. То есть если мы стоим. Ну, сейчас нас заметил урак. Если мы стоим, мы никуда не телепортируемся. Даже если идем. Потому что у нас функция non-trigger enter. Когда мы выходим, on-trigger exit работает. Вот. В общем, как-то так. Я думаю, это было полезно и интересно. Я мало где нашел, вообще даже не нашел, подобную реализацию двух порталов. Вот. Поэтому, ну, чтобы она работала в обе стороны сразу. Поэтому я думаю, это будет интересно и полезно. И всем пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.